Всем привет! Сегодня я расскажу вам про железку, которую я собрал себе на работу на замену офисных двухъядерных машинок. Это будет четырехъядерный феном. Давайте сразу перейдем к самому железу. Итак, корпус у нас получается Antec P180, если я не ошибаюсь. Не очень старая, я не помню точно модель. Мини это нет. Я знаю, что это Mini ATX. Сюда влезают материнки только MTX. Соответственно, здесь у нас есть два больших металлических слота под три диска. Чуть ниже также выдвигается еще на два. Есть три слота 525. Один наверху, два внизу. Сейчас давайте откроем его. Вот здесь у нас есть еще слоты. Соответственно, здесь у нас спрячутся наши кулеры. Здесь есть проблема, потому что 120-ки, они все толщиной 25 миллиметров. И когда мы сюда вставляем корзины под диски, соответственно, наши кулера сюда не помещаются. И нужно искать специальные тонкие 12-мм кулеры. То есть, на Авито я таких не нашел. Соответственно, пришлось вытащить корзину. А так как у меня SSD, под SSD, а наверху есть вот такой вот слотик. Ну, переходник 525. Сюда можно поставить либо два 2.5D диска. Вот под них крепление. Либо, соответственно, один большой 3.5D. Ну, вообще, данный корпус со всей начинкой покупался под домашний файловый сервер из-за большого числа, из-за возможности установить много хардов, но, как бы, не сложилось. Соответственно, он превратился из файлового сервера в домашний ПК. Соответственно, здесь материночка у нас стоит МТХ. Процессор изначально тут стоял вместе с корпусом, когда я убрал Атлон дух ядерный. X2, 245, 2,9 ГГц, если я не ошибаюсь. Соответственно, потом я... И из коробки шло 2 ГБ памяти. Соответственно, мне пришлось заказать с Али 4 плашки по 2 ГБ. Я их установил сюда, и на Атлоне они прекрасно работали. Только была одна проблема. Соответственно, давайте сейчас покажу. Сейчас у нас осталось только 3 плашки и одна изначальность, которая здесь стояла. Почему так? Дело в том, что процессор пришлось поменять. И в результате одна плашка с новым процессором не заработала. Сейчас здесь установлен процессор Phenom X4, трехъядерный... О, четырехъядерный. К сожалению, я не смог разблокировать там еще 2 ядра. Тем не менее, он гонится до 3,7. К сожалению, память, которую я заказал с Алиэкспресса, она не гонится. Собственно, по диску. Обычный маленький 60-гигабайтный SmartBuy. На вдув 2 120 кулера. Я не знаю, сколько им лет. На них написано, что они произведены вообще в 2011 году. Я их просто нашел дома и решил использовать. Значит, они были новые в упаковочках. На выдув стоит 120 кулера. И, если я не ошибаюсь, 200 кулера стоит на выдув наверху. В этом корпусе. Проблема в том, что не хватало видеокарточки здесь. И сюда была поставлена от Asus карточка RX 560. Проблема возникла в том, что между карточкой и разделителем корпуса очень мало места. Поэтому она стала чуть больше греться. Изначально карточка покупалась по другой компьютеру. Но, так как она здесь нужна и нужно питать 2 монитора, пришлось карточку переставить сюда. Фокус, не теряйся. Фокус. Собственно, все это прекрасное дело работает. Давайте сейчас... А, блок питания. Блок питания Thermaltake 550 Вт. Знаю точно, что этот блок питания 2005 года выпуска. Тем не менее, на нем уже есть кнопка питания. И из особенностей пришлось дополнительно докупить к видеокарте вот такой преобразователь. Он же конвертер. С DVD-ID на VGA получается. Потому что на карточке есть только HDMI, DisplayPort и DVI-D. Соответственно, один из мониторов поддерживает подключение только по VGA. Поэтому пришлось его заколхотить вот с помощью такого переходника. Так, давайте все сейчас это запустим. Продолжение следует...